Школьный период, период ответственный. Об этом шла речь в рамках пресс-конференции Кодю здоровья школьников и Дю профилактики нарушения зрения. Это пора, когда ребёнок не только получает новые знания, но и порой новые заболевания. Чрезмерные активные нагрузки на организм, нерациональный приём пищи, неправильная посадка во время выполнения домашних заданий, кокеток, сколиоз, плоскостопие, нарушение зрения и другие заболевания. Очень важно, конечно, заниматься профилактикой, появляться на профосмотре тогда, когда положено, когда ребёнку исполняется, например, в марте, у него день рождения, он должен прийти планово, спокойно пройти медосмотр для того, чтобы внимательно заняться здоровьем ребёнка, а не когда перед школой это всё происходит. Остро стоит перед медиками проблема, связанная с нарушением зрения. За последнее время число подростков, страдающих ухудшениями зрительного аппарата, увеличивается. Причинами снижения страты зрения и других нарушений являются большие нагрузки на глаза. Причём, вместо отдыха от занятий, около 40% школьников проводят свободное время перед монитором компьютера или экраном телевизора. Поменялся мир, информация черпается из интернета, и молодое поколение получает информацию где-то 90% из интернета. Поэтому надо, конечно, выбирать, чтобы побольше экран, лучше шрифт и, конечно, делать перерывы. 30-40 минут и 10-минутные перерывы. Сегодня насыщенные и продуктивные занятия в учебном заведении требуют максимальной мобильности. Для детей это серьёзные эмоциональные и физические нагрузки. В такие моменты после школьных занятий дети, которые только начали постигать азы учебных дисциплин, особенно нуждаются в поддержке родных людей. Я бы хотел остановиться на таких группах детей, к примеру, тревожные дети, которые очень часто приходят в школу. И школа в этом смысле может оказаться как развивающей средой, так и патологической средой, к сожалению. В этом плане очень важно, к какому учителю попадёт ребёнок и в какой вообще семье воспитывается этот ребёнок. Потому что некоторые родители, они берут тенденцию, чтобы у них учитель был сильный очень. Если нам есть мнение, если попадётся сильный учитель, значит, учёба, в принципе, завалится. Но эта рекомендация была бы, чтобы ребёнок попадал в добрый на учителя. Состояние здоровья ребёнка целиком и полностью зависит от внимательного к нему отношения взрослых. Помните, дружба между родителями и детьми обязательно даст хороший результат.